Здравствуйте! Сегодня у нас в студии президент общественного фонда Аман Солык Бахатуменова. Здравствуйте! Разговаривать мы будем о ситуации вокруг Алмыша Лабаева и супруги Мухтара Аблязова. Я знаю, что вы как врач, как общественный деятель не один раз уже с ней встречались. Расскажите, как ее моральное состояние, как ее физическое здоровье? Ну, сейчас я буквально ее видела в пятницу, ей как бы чуть-чуть лучше стало, хотя чувства страха, беспокойства, нарушения сна, они и пока имеют место быть. Но когда я ее встретила первый раз, я специально поехала что-то с ней встретиться, после тех кадров, которые видела по телевизору, когда снимали ее семью, ее тяжело больного отца, я посчитала необходимостью поехать к ней, предложить свои услуги. Тогда состояние ее было гораздо хуже и самочувствие было гораздо хуже. Остается чувство тревоги, остается чувство того, что к ней поступают несправедливо, ее обвиняют несправедливо. Поскольку я знаю, ее 5-6 лет вообще не было в стране, как она могла это сделать, как она могла вообще, если ей не было въезда в страну, как она могла встречаться с этими людьми, которых сегодня осудили в отраву. Мне кажется, это вообще сфабриковано все, и эти люди, которые сегодня в отраву осуждены, они просто их подставили, грубо говоря. Мы можем сказать, что Алма, она хотя бы взрослая женщина, а как себя чувствует 6-летний ребенок, который пережил такой стресс? Вы знаете, я вот в пятницу с ней очень долго разговаривала. Я там была не одна, мы там тоже были с группой людей, которые ее хорошо знают, они захотели тоже с ней встретиться. И она в течение полутора часа последовательно нам рассказала все то, что было с ней. И там была вот такая ситуация. Дело в том, что рядом с ней, в этой стране, в Италии, была ее родная сестра с мужем и тоже с ребенком 9-летним. Эти маленькие девочки, одной которой 6, ее племянницы 9, разговаривали через стенку в здании аэропорта, куда их там поместили перед тем, как вывезти из страны. И они перешептывались и говорили, ты что делаешь? Ты где? Спрашивала племянница дочку Алмы. Что вы там делаете с мамой? Она говорит, мы в тюрьме. Мама шепчет ей той, а мама говорит, рядом. Вы представляете, для 6-летнего ребенка вот это ощущение, наверное, ужаса и потери мамы, которую ночью вывезли, а она утром просыпается. Мамы нет. Нет сутки, нет двое. Потом ее какие-то незнакомые люди везут, с машины на машину переставляют. Ночь, как вот она описывает, кто это такие были. А потом она по-своему, ведь мама-то ей не говорила, что они в тюрьме, они не были. Она для себя, маленький ребенок, сделала выводы, что они сидят в тюрьме. Вот как раз таки она постоянно ходит на допросы, она постоянно узнает какую-то информацию из прессы, учитывая, что наша пресса, она не совсем лояльно относится к этой теме, особенно государственные СМИ. Какие у нее ощущения? На что-то она надеется, есть какие-то ожидания? Или все-таки вот все так бесперспективно в ее мыслях? Вы знаете, у нее страх. У нее страх, потому что она чувствует эту несправедливость, и ее ожидания, ну как бы ничего хорошего она от нашего, так скажем, суда ожидаемого, она не ждет. И поэтому у нее чувство тревоги, тревогу за свою маленькую дочку, тревогу за родителей, за свою судьбу. Но больше, наверное, у матери, как у матери, это, конечно, за ребенка. Оно имеет место, это очень тяжело. Это просто, так скажем, это психологическая пытка. Это один из видов вот такого вот психологического давления и расценивается как пытка по международным стандартам то, что сегодня с ней происходит. Когда подобная ситуация случилась в семье президента, когда у него были проблемы тоже с детьми, он сказал, что дети и семья – это святое, что их нельзя трогать. Наверное, это касалось, я теперь поняла, только его семьи. Понимаете? То есть он не имел в виду всех тех людей, которые живут в той стране, в которой он является президентом. Видимо, он имел в виду только свою семью и своих родственников. Хотя, когда это случилось в семье его с этим зятем, я не была в числе тех, которые, предположим, я обвинял ту же самую его дочь или его… Я вот лично сама по-человечески, ну, даже, так скажем, пожалела, если можно сказать, потому что не дай-то Бог оказаться все это как бы на миру. Но сегодня, когда я в отношении, когда вот это случилось с Алмой, я была за границей на Большом мировом форуме по палеоативной помощи, мы с Марьяной Гуриной написали письмо, где обратились к президенту. И если бы после этого вот это прекратилось бы, то, что произошло с Алмой, вот эта депортация, позорящая нашу страну в первую очередь и так далее, тогда бы я еще надеялась, что президент, не знаю, он наложит на это вето и прекратит это безобразие. Поэтому я обратилась к нему в надежде, что он не в курсе этого. Но если сегодня это продолжается, то сегодня, возвращаясь к тому вопросу, который вы поставили, видимо, он имел в виду, что не подлежат суду и гонению его семье. Получается, сейчас президент никак не реагирует. То есть есть какие-то реакции со стороны МИДа, какие-то отписки со стороны прокуратуры. А президент абсолютно продолжает хранить молчание, складывать ощущение, что он либо не знает об этой ситуации, либо он просто в стороне. Может быть, стоило все-таки что-то сказать? Отпуск — это, конечно, святое. Но когда в твоей стране происходят такие события, ты должен хотя бы как-то отреагировать. Особенно если в твой адрес идут обвинения. Конечно. Конечно. Он должен на это обязательно ответить. Если премьер-министр, насколько я знаю, Италия ответил перед своим народом, перед вообще мировой общественностью, то, наверное, и нашему главе государства надо было бы ответить. И то, что он не отвечает, меня вот лично, как гражданин, очень настораживает. Значит, это говорит о том, что тогда, получается, он причастен. А если ты не причастен, и ты слышишь эти вещи, то ты сегодня должен наложить на этот запрет, и должен прекратить эти безобразия. Понимаете? Хоть как-то отреагировать, скажем так. Абсолютно. И вот это дело Алмы, ее вот этого беззащитного ребенка, посадив ее в тюрьму, мы тем самым теперь возродим лагеря для жен, там, политических, там, скажем, противников. Детский дом поместив для детей, изменников Родины. Процесс пошел. Он набирает обороты. Понимаете как? Вот ведь что страшно. И сегодня поэтому, то, что я пришла в студию, то, что я сегодня об этом говорю, то, что я написала письмо в Надежде, это мой гражданский долг. Это мои, так скажем, пять копеек, которые я кладу в эту и говорю, нельзя так делать. Большое спасибо, что вы к нам пришли. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова